приветствую всегда мои господа есть такая идея рассказывать вам периодически возможно раз в неделю о проделках нашей ОПГ под названием национальная полиция сегодня попробуем первый выпуск это будет такая сухая информация ничего тут не будет никакого экшена просто рассказ но очень интересные случаи которые происходят практически каждый день вот смотрите в Краматорске задержали следователя и старшего оперуполномоченного когда они вымогали у человека 2000 долларов США что было они значит провели производили у него обыск у этого человека и нашли у него пакетик с коноплей и таким вот образом угрожали ему что ему теперь светит уголовная ответственность и начали у него требовать 2000 долларов 1000 долларов он практически сразу же выдал причем для того чтобы отдать им деньги они его принудили чтобы он пошел и золото в ломбард сдал представляете ну просто жесть какая-то после этого часть денег он должен был перечислить на карточку в итоге короче и задержали вот и теперь им светит часть 3 статьи 368 уголовного кодекса и наказание от пяти до десяти лет с конфискацией за имущество да ну то есть за имущественное преступление вот такого характера очень часто предполагается конфискация так что вот так вот за 2000 баксов на могут лишиться вообще всего дальше больше помните я рассказывал вам историю о этой моей бреславской до которая организовала там у себя подпольную конторку по вымогательству денежек у людей которые были привлечены по статье 130 кубап помните да там 60 вазильских удостоверений нашли там деньги телефоны и т.д. и т.п. бреславская у нас служила или еще служит не знаю в главном управлении национальной полиции в киевской области проходит буквально ну тут несколько дней наверное то же самое главное управление национальной полиции киевской области установлено что в 2017 году в конце правоохранители вот я так понимаю группа правоохранителей потому что такую делю одному сделать невозможно правоохранители из главного управления нацполиции киевской области изъяли участных предпринимателей или предприятиями неважно короче у субъектов хозяйствования изъяли товарно-материальные ценности на сумму семь с половиной миллионов гривен дальше они должны были передать это имущество управление по розыску и управлению активами это так называемая арма если кто-то слышал то есть там она хранится и потом если необходимо реализуется вместо того чтобы передать армия передали какой-то частной конторе на хранение вот и когда дошло дело я так понимаю наверное дело это уголовное начало разваливаться трещать и начали в общем-то адвокаты видимо уже процедуру возврата имущества которое было изъято у предпринимателей и когда начали искать это имущество то его просто не нашли понимаете пишет становит и месте заходжение вылоченного майна на разе не вдалось а то есть они отдали какому-то в общем на частнику на хранение частник я так понимаю это имущество продал втихаря ну и деньги наверное поделили между всеми заинтересованными лицами ну и теперь этим в общем правоохранителем да если так их можно назвать но это предприниматели знаете предприниматели с большой дороги так назовем предпринимателем этим теперь светит часть 3 статьи 365 дальше еще интереснее потому что опять таки вот почему-то вспоминается это моя бреславская по поводу моей бреславской писали что вот когда вскрывали всю эту ихнюю конторку подпольную то там еще активное участие приняла принял департамент внутренней безопасности национальной полиции и тут бах департамент внутренней полиции департамент внутренней безопасности наша любимая опять-таки в кавычках гбр задержала оперуполномоченного департамента внутренней безопасности национальной полиции, который получил три тысячи долларов США от фрилансера. Жесть! Короче, что было? Работал, значит, айтишник фрилансера, как у нас обычно айтишники работают. И, значит, каким-то вот образом оперуполномоченному из ДПБ стало известно, что есть такой человечек, он работает фрилансером в IT-сфере и получает как бы прибыль, как обычно это и получается, в долларах из-за границы и, конечно же, никаких налогов с этого не платят. И вот ДПБшник это установил и для того, чтобы не сообщать о том, что этот человек работает фрилансером, он, в общем, у него потребовал три тысячи долларов. При этом, что интересно, что он ему как бы навешивал этот ДПБшник, что типа якобы он не сообщит в подразделениях по киберпреступности о том, что этот фрилансер якобы занимается деятельностью, которая связана с распространением вирусов. Но я так понимаю, скорее всего, это какое-то вранье, потому что это какой-то обычный айтишник, который сидит там в проге, клепает на флэш или еще каким-то образом, что там, какие там есть программы C++, ну не знаю, я в этом ничего не понимаю, но это так, чисто шутка. И, в общем, его задержали. В общем, айтишник оказался не робкого десятка и слил этого ДПБшника, так что теперь у нас, понимаете, ДПБ, они вот вроде бы занимаются наведением порядка у себя внутри, ищут всех вот этих вот коррупционеров и негодяев внутри, ну и сами, в общем-то, не внушаются вымогать у людей деньги. Если доведут его вину, докажут, то опять-таки ему грозит от 5 до 10 с конфискацией и по делу. Если понравилась вот такая форма общения и такие вот ролики, если хотите, чтобы я вам чаще рассказывал, либо периодически рассказывал о наших доблестных полицейских вот в таком формате, с четкими фабулами, с четкими уголовными делами, то вы знаете, пишите в комментах, ставьте лайки, будем смеяться вместе. Хоть это и грустно, но без смеха, наверное, на это смотреть просто невозможно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok